МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Как самарские школьники провели зимние каникулы? Как отслеживается эпидемиологическая обстановка в учреждениях образования? И каковы условия набора в школу первоклассников и детей в детские сады? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Департамента образования Самары Наталья Кудрявцева и консультант Департамента Елена Павлова. Здравствуйте, Наталья Владимировна, Елена Александровна. Каникулы затянулись зимние, но это всегда праздник. Здесь и рождественские, и новогодние праздники, хорошее солнечное зимнее морозное настроение. Скажите, пожалуйста, как были в этом году организованы, прошли и практически продолжаются каникулы. Что было сделано для школьников? На сегодняшний день можно сказать, что каникулы школьников самарских прошли увлекательно, интересно и очень красочно. И это все не случайно, потому что этому предшествовала большая подготовка со стороны организаторов. Традиционно были проведены конкурсы на лучшее новогоднее оформление, когда фасады, классы, рекреация зданий, образовательных учреждений, прилегающие территории были украшены, что способствовало созданию у жителей, у населения, у работников образовательного учреждения, у детей, естественно, такого новогоднего праздничного настроения в преддверии всех этих мероприятий, безусловно. И традиционно департаментом образования был проведен конкурс на лучшую новогоднюю игрушку и лучший новогодний рисунок. То есть это в школах? В школах, в дошкольных образовательных учреждениях, в учреждениях, в дополнительном образовании. Конкурс проходил всеобъемлюще, и более тысячи детей приняли участие в этих мероприятиях. И все это, конечно, создавало такое необыкновенное новогоднее праздничное настроение. Скажите, пожалуйста, а в школах проводятся вот такие новогодние вечера сегодня? Безусловно, да. Ёлки новогодние, да? С 19 по 30 декабря в каждом образовательном учреждении по графику, утвержденному школой, департаментом образовании согласованным, прошли новогодние ёлки. В каждом классе на этих праздниках раздавались, вручались деткам подарки от губернатора Самарской области, ну, что тоже создавало, естественно, какое-то такое новогоднее настроение. Да, кажется, праздники, а столько работы предварительно нужно сделать, чтобы всё это прошло хорошо, и здесь, наверное, вот вопросы безопасности тоже. У меня создаётся такое впечатление, что это больше вопросы культуры, из департамента культуры, потому что это всё зрелищное, массовое. Оказывается, и тут такой большой блок, и в школах, и в учреждениях образовательных. Безусловно, такие масштабные мероприятия не могут организовываться. Только одни, да? Да, одной структурой. И многие мероприятия проходят в связке с курирующими другими департаментами, департаментом спорта и физической культуры, департаментом культуры, безусловно. И всё это даёт возможность вот этого разнообразия, которое мы видим. Традиционно самые главные мероприятия были проведены на площади Куйбышева. Это и проект «Самарский Дед Мороз». Да, кстати, у нас есть фотографии, которые вы принесли. Я попрошу режиссёра. Да, и 7 января состоял совместно с Самарской епархией. Был проведён праздник рождественский городской, на котором также участвовали коллективы творческие, детские, как учреждения образования, так и учреждения культуры. Да. Хотелось бы сразу уточнить, не произошло ли каких-то чрезвычайных происшествий. Ничего такого не случилось, потому что это очень важный вопрос. На сегодняшний день можно сказать, что все мероприятия прошли в штатном режиме, в плановом, и чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано. Но это тоже, наверное, не случайность, потому что межведомственное взаимодействие, которое происходит в подготовке и с ВД, и с органами МЧС… Да, вот, кстати, мы видим фотографии. Да, это как раз рождественский… Да, тоже массовые мероприятия, поэтому… Проект «Самарский Дед Мороз». Красочный, да. Педагоги дополнительного образования работали аниматорами на данном мероприятии. Более 15 тысяч детей за эти новогодние праздники прошли вот этот проект, и отзывы только положительные. То есть каждый ребенок смог попасть бесплатно на этот второй площадок. А у вас была выстроена обратная связь, где вы могли получить отзывы, да? Как все это было? Они были прям… Озвучены сразу же? Конечно, да, это же видно. На мероприятиях. Сразу от жителей получали отзывы такие положительные. Да, всегда чувствуется атмосфера, особенно когда приходишь в образовательное учреждение, чувствуется какая атмосфера. На новогодние елки есть вот эта праздничная? Также мы использовали возможности загородных, оздоровительных наших баз. То есть лагеря, которые у нас, казалось бы, только летом работают, мы использовали их базы, традиционно подготовили проект «Самарский Дед Мороз», который продолжается в настоящее время. Если есть желание, то можно подать заявку через департамент образования. То есть они социально ориентированы. Для детей там подготовлено это «Центр Заря» в Кубежском районе, «Центр Юность», подготовлены праздничные игровые шоу, программы. И это достаточно интересно и также пользуется большим спросом у педагогов и у детей. Да, вот послушала вас, создается впечатление, что основной ориентир все-таки отдых. Потому что мы привыкли, что система образования – это какие-то знания, дисциплины и так далее. А здесь вы от этого полностью уходите и даете детям возможность отдохнуть. Или все-таки элемент познавательный, воспитательный есть? Элемент познавательный, естественно, присутствует. Конечно же, очень хороший вопрос. Потому что у нас есть еще один лагерь, центр образовательный, центр «Золотая рыбка» на второй просеке у нас находится. И в период новогодних праздников там проходила очень интересная смена, которая была образовательной. Там была реализована программа для детей одаренных. То есть там участвовали педагоги из нашей школы Екатылык и также педагоги из Центра талантливых детей из города Казани. То есть такая была региональная, скажем, даже смена. Очень интересная. Да, вот я хочу поинтересоваться у Натальи Владимировны, когда закончится в этом году наступившим каникулы? Школьные каникулы. Вы знаете, действительно, в этом году школьные каникулы продлены. Они должны были закончиться 19 января. Но по информации органов Роспотребнадзора, эпидпорог в городе превышен на 27,9%. И поэтому и Министерством, и Министерством здравоохранения, и Министерством образования и науки было рекомендовано продлить школьные каникулы сначала до среды, а сейчас до пятницы, до 13 января включительно. Значит ли это, что суббота у заведений, которые учатся и работают субботу, они должны выйти? Что касается 14 января, то теперь уже само учреждение, оно имеет это право в соответствии с действующим законодательством, принять решение о том, выйдут ли дети учиться в субботу или нет. Ну и сейчас все школы, руководители, классный руководитель мониторит ситуацию. Сказать, что большое количество детей в школах болеет, мы не можем сказать. По требованиям, если отсутствует в классе 20% учащихся, учащихся, то класс или группа в детском саду закрывается на карантин. Если отсутствует по болезни уровень грипп 30% учащихся школы детского сада, то закрывается учреждение в целом на карантин. Если на карантин закрыто более 50% учреждения, то уже закрывается на карантин все учреждения города. Понятно. А в детских садах сегодня какая обстановка со школами? Понятно. Дети, которые младше, они, наверное, чаще и больше болеют. Тут существует разница все-таки, да? Ситуация по детскому садам стабильная. И до зимних каникул у нас не было закрыто ни одной группы, ни одного детского сада. И сейчас ситуация такова, что у нас ни один детский сад, ни одна группа в детском саду не закрыты. А у нас вообще-то 178 детских садов на территории городского округа Самара. Но отслеживая по стране ситуацию, мы видим, что низкие температуры стали причиной продления каникул, а у нас вот именно превышенный вот этот порог заболеваемости. Поэтому лучше как-то перестраховаться. Но в понедельник, 16 января, все учебные заведения откроются в городе. И нужно всем обратить внимание, что уже каникулы закончились. И хочется все-таки у вас узнать, какое самое важное мероприятие года, если уж вернуться к ушедшему году, и поставить какую-то важную жирную точку. Вы считаете главным в системе городской образования, что произошло важного на ваш счет? Вот ваше личное мнение. Вы, наверное, знаете, что в прошлом году на территории городского округа Самара проходил всероссийский конкурс «Учитель года». В связи с тем, что Сергей Кочережко стал учителем года в прошлом году, то есть по традиции город принимал в прошлом году всех учителей, лучших учителей Российской Федерации на территории городского округа Самара. То есть, и, конечно, данное мероприятие прошло на высоком уровне. У нас в гостях был и министр образования Российской Федерации, и заместитель министра Российской Федерации. То есть и оценки, которые, и ректора МГУ оценки, которые даны, были очень высокие. И вы знаете, то есть та сторона, которая будет принимать этот конкурс в этом году, то есть люди уже задумались над тем, как же можно эту планку поднять или хотя бы выполнить все мероприятия на том же уровне, как и в Самаре. С одной стороны, это как экзамен тоже вы прошли. Вот городская система, департамент образования тоже. Это очень серьезное испытание. То есть это большие вложения, организационные вложения, человеческие вложения для того, чтобы провести мероприятие на таком высоком уровне. Значит, это самое важное, самое серьезное, крупное мероприятие в прошедшем году в городской системе образования. Вот уже Елена Александровна сказала про одаренных детей. Я хочу эту тему немного развить и спросить, есть ли в департаменте образование направление, которое выявляет и развивает одаренных детей в Самаре или нет? Или как вот это происходит? Ну, вы знаете, вообще... Потому что, опять же, вот здесь вот одаренность с культурой граничит. И как вот это все вместе? Выявление и поддержка одаренных детей – это одно из направлений развития системы образования и в целом в Российской Федерации, и, конечно, и в регионе, и в городском округе Самаре. Вы знаете, наверное, о том, что сейчас в области создается учреждение, да, то есть оно будет строиться, специальный центр для одаренных детей. Само учреждение, оно уже как таковое есть, а вот строится здание для этого центра, оно будет по решению губернатора, и место подобрано, то есть начнется строительство этого центра. Что касается Самары, то, конечно же, это направление у нас реализуется тоже. Это тоже одно из актуальных направлений, из основных направлений развития системы образования города и в детских садах, и в школах. И у нас есть профильные смены. Вот уже говорила моя коллега, что в центре «Золотая рыбка» у нас постоянно в течение года профильные смены, где отдыхают и проходит образовательная деятельность для детей. Да, важно, чтобы и воспитатели, и педагоги умели различить грани таланта. Как раз в 2016 году мы провели смены для юных физиков и математиков. Впервые такие профильные у нас смены состоялись на базе центра «Золотая рыбка». Там участвовали победители Всероссийской олимпиады школьников, которые обучаются в наших самарских образовательных учреждениях. И вот в 2017 году еще в учебном пройдет такая же смена, подобная еще математическая, еще дополнительная. То есть мы вот эту работу ведем по выявлению одаренных по этим направлениям. Потому что совсем недавно на одном из федеральных каналов появилась программа, где дети одаренные и талантливые демонстрируют свои умения и знания. Я подумала, что, может быть, из Самары тоже будут претенденты. Это проходит не через систему образования, это личное желание родителей отправить своего ребенка. Или вы тоже можете как-то посодействовать этому? Нет, конечно. То есть все это есть и в Самаре. И вот мне хотелось бы сказать, что у нас начинается это все не со школы, а с детского сада. Да, потому что очень во многих детских садах Самары работает программа «Одаренный ребенок», потому что ребенка необходимо поддержать, выявить и на уровне дошкольного. Кстати, у нас проходит прекрасный конкурс, называется «Я узнаю мир», где уже дети дошкольного возраста представляют свои проекты, которые они готовят совместно с родителями, совместно с педагогами, с воспитателями. А родители могут определить этот детский сад? Вы сказали, что не во всех детских садах существует и действует эта программа для «Одаренных детей». А как это выяснить? Где взять эту информацию? Потому что если чувствуют родители, что ребенок обладает каким-то талантом, он хочется, конечно, сразу в определенное заведение. Ну, на территории городского округа Самара функционируют у нас 211 учреждений, где реализуются образовательные программы дошкольного образования. Это детские сады, 178 и 28 дошкольных отделений, и две начальные школы детских сада. Есть дошкольная группа при учреждениях дополнительного образования детей, при центре развития образования. И у каждого учреждения есть свой сайт. Поэтому родители, сейчас очень продвинутые родители, они могут выйти на сайт учреждения, посмотреть те образовательные программы, которые реализуются в каждом учреждении, выбрать. То есть есть программы основные, есть и дополнительные общеобразовательные программы. То есть и родители могут легко выбрать то учреждение, в которое они хотели бы отдать свой год. Легко выбрать могут, а вот попасть. Вот как раз хотела, хотела продолжить. Может ребенок попасть в такое учреждение. К большому сожалению, да, что могу сказать по поводу очередности в детские сады. Администрация городского округа, начиная с 2011 года, проделана большая работа по открытию дополнительных дошкольных мест. Мы открыли дополнительно 18 098 мест. В прошлом году, в 2016 году, открыли дополнительно 971 дошкольное место в детских садах. Но, к сожалению, этого недостаточно. Почему? Потому что позитивная демографическая ситуация, миграционные процессы вызывают необходимость открывать дополнительно ежегодно не менее 2000 дошкольных мест. Ежегодно мы должны такое количество дошкольных мест открывать. Почему? Потому что количество детей в возрасте от 3 до 7 лет ежегодно на территории города увеличится в среднем на 3000 человек. Если брать возрастной диапазон с года до 6 лет, то примерно на 4000 детей такого возрастного диапазона в городе становится больше. Поэтому как минимум 2000 дополнительных мест мы должны открывать. Если до 2016 года включительно, в соответствии с указом президента, по указу президента, на 31 декабря 2015 года очередность детей в возрасте от 3 до 7 полных лет должна быть ликвидирована. Мы этот указ исполнили. Это было на 31 декабря 2015 года. Потому что выделяли средства из федерального бюджета, из областного бюджета и совместными усилиями, а решить эту проблему можно только совместными усилиями, совместными вливаниями. Мы открывались дополнительные места, строились новые детские сады, у нас построено 6 детских садов, реконструировались здания бывших детских садов, 11 зданий было реконструировано. Открывались дошкольные отделения, в том числе открывались дополнительные группы в детских садах и в школах, и в учреждениях даже дополнительного образования детей. Это вот наше ноу-хау. Мы открывали группу полного дня в учреждениях дополнительного образования детей. И в Центр развития ребенка. И поэтому до 1 января 2016 года эта проблема у нас решалась. В прошлом году при формировании бюджета областного на 2016 год мы направили заявку от города и просили субсидии на строительство двух детских садов и на реконструкцию шести зданий детских садов. Но, к сожалению, субсидии администрации городского округа выделены не были. И поэтому открыть необходимое количество дополнительных дошкольных мест мы не смогли. Поэтому мы опять-таки при формировании бюджета областного на 2017 год мы направили заявку и ждем субсидии по возможности в текущем году. И в связи с этим в отдельных микрорайонах городского округа Самара проблема очередности остается актуальной. А если вы посмотрите на карту Самары, где самые такие не горячие, а тревожные? Прежде всего это районы новостроек. Это микрорайон Кошелев. Это поселок Волгарий. Это промышленный район. Вот как раз там, где новостройки. Это берег реки Волга. Это улица Солнечная, Димитрово, Новосадово. Отдельные микрорайоны Кировского, Советского района. То есть к большому сожалению очередность сохраняется. Если говорить цифрами, то на сегодняшний день у нас на территории города 2653 ребенка, которым исполнилось полных от 3 до 7 лет на 31 декабря 2016 года. Желаемая дата поступления которых 16 января, они остаются пока без места. Пока точная еще цифра. 2653 ребенка. Сразу задам дополнительный вопрос. Раньше говорили, в какое-то время назад, помню, как только ребенок родится, нужно вставать и идти на очередь в детский сад. Вот сегодня это актуально? Или какие-то изменились уже схемы? Или на самом деле, чем раньше встанешь в очередь, тем лучше? Я бы просто назвала цифру очередности. И в то же время в детских садах наших имеется 1218 вакансий. То есть есть очередность 2653 места. И есть в том числе и вакансия еще в детских садах. То есть у нас же сейчас с прошлого года система распределения в сады другая. Она автоматизированная. Министерство образования и науки Самарской области внедрило на территории всей Самарской области информационную систему. Называется она АСОРСО. Автоматизированная система управления региональной системой образования. В модуле Е-услуги образования полный реестр всех очередников. То есть база всех очередников по всем городским округам, муниципальным районам Самарской области. В том числе и по Самаре. Вот там 40 071. Один очередник по городскому округу Самары, начиная с нуля и до семи лет. Нет. Распределение происходит в этой системе автоматически. То есть комиссия, все члены комиссии собираются, нажимают с кнопочкой, происходит автоматическое распределение мест в детские сады на те вакансии, которые есть. Очень часто родители отказываются от предоставленного места по разным причинам. Может быть они переехали в другой район города. Может быть они вообще оставили Самарскую область, переехали. Потому что мы же не прозваниваем все 40 тысяч родителей, которые находятся в базе очередников. То есть кто-то поставил ребенка, на самом деле уже давно этой семьи нет в городе. Многие отказываются, несмотря на то, что этот детский сад у них в заявлении есть, отказываются от детского сада, потому что все-таки считают, что детский сад удален от их места проживания. Хотя сейчас в Санпинах термина шаговой доступности нет. Если раньше он был, то сейчас этого термина нет. И конечно же, учитывая, что проблема очередности на территории городского округа Самара остается актуальной, она актуальна и для некоторых городов-миллионников сохранилась в Российской Федерации. Конечно, чем раньше встает ребенок в очередь, тем лучше. Потому что система работает и распределяет места на основании даты подачи заявлений в очередь, на основании полного количества лет на 1 сентября, на основании наличия льготы первоочередной, внеочередной и направленности групп. Поэтому больше шансов у детей, если родители вовремя поставили своего ребенка в очередь. И теперь вот система изменилась, нужно ставить ребенка в очередь не в детском саду, а в МФЦ. То есть приходить и ставить ребенка в очередь. В МФЦ у нас 10 филиалов, в каждом районе они есть, работают они ежедневно до 8 часов, в том числе и в субботу до 4 часов. Но это хорошая, эффективная система. Детские сады могут отслеживать продвижение своего ребенка в очередь. Я хотела поинтересоваться, процент частных садиков в Самаре он каков? Потому что, казалось бы, здесь, если нехватка государственных, может бизнес активизироваться и альтернативу свою предложить. У нас развивается вот этот сектор частный? Понятно, что это не в вашем видении, но все-таки чтобы... Нет, конечно, частные детские сады есть, они помогают решению проблемы. На территории города 55 частных детских садов, в которых около 4 тысячи детей находятся. И у нас на территории реализуется еще проект, может быть, вы слышали, называется он, это социальный проект, билдинг-сад. Это мера поддержки муниципалитетам частных детских садов, негосударственных детских садов, это тоже решение проблемы очередности. Но их много нет в городе? Вот таких садов, которые получают субсидии, сейчас порядок получения субсидий немного изменен, но вот с 2017 года 32 учреждения, они уже направили свои заявки и уже получили подтверждение, что они будут получать субсидии. Это 32 организации на 2434 ребенка. Эти учреждения все имеют лицензию, поэтому они получают субсидии на образовательную деятельность из областного бюджета, то есть они получают и областное финансирование, и на присмотр и уход. Присмотр и уход – это компетенция муниципалитета, вот на присмотр и уход субсидии выделяет уже администрация городского округа. Этим учреждением в размере 2805 рублей на одного ребенка в месяц. Да, ну мы вернемся чуть позже еще, наверное, к первоклассникам, потому что тоже своя система поступления в школы, и тоже много вопросов возникает у родителей, особенно по удаленности заведения учебного дома. Но я хочу сейчас предоставить слово все-таки Елене Александровне. Скажите, пожалуйста, вот отдых, организация отдыха, отдыха – это короткое время, вот то, что вы рассказали, каникулы – это не так долго длятся. В остальное время какие перспективы, планы, задачи? Вот как развивать эту сторону в жизни ребенка, отдыха, развития, образование культуры, воспитание и так далее? Это же не только отдых. Ну, это целая, конечно, целая программа, целая система, которая работает сепартаментом образования. И какие возможности есть у города, куда ребенка можно своего пристроить, отправить? Ну, я уже говорила о том, что у нас есть круглогодичный центр «Золотая рыбка», который работает целый год по программам профильным, образовательным. Кроме того, безусловно, система занятости, если мы говорим о круглом, да, об учебном времени, да, вот ежедневном, круглогодичном, да, скажем так, вот, то, безусловно, здесь мы используем возможности учреждения дополнительного образования. То есть система занятости, которую они могут предложить на сегодняшний день. Это возможности площадок по месту жительства, которые созданы в каждом микрорайоне. Вся эта информация у нас есть на сайте нашего департамента. Они востребованы, вот эти заведения? Потому что, чтобы быть востребованным, сейчас вот так все меняется быстро, и дети, кажется, какие-то совершенно другие современные, а формы, вот, при домах, вот, раньше микрорайонах, какие-то, вот, костер, уголек, да. Вот они, есть подростковые клубы, они очень хорошо работают, они востребованы, самые доступные формы отдыха. То есть это есть... Они находятся в микрорайоне, во-первых, это бесплатно для родителей, что тоже немаловажно в условиях экономических, и они доступны, в шаговой доступности находятся. То есть мы видим только плюсы, да, от этих форм занятости. Они востребованы, что вот важно, потому что кажется, что дети современные другие, что не будут они вот в эти клубы ходить. И, безусловно, да, у нас существует еще шесть сезонных лагерей оздоровительных, которые мы начинаем готовить уже, начиная с того времени, как они закрываются, собственно говоря, но сейчас, тем более, мы вышли на финишную прямую подготовки к оздоровительной кампании. Система отдыха, оздоровления, конечно, требует очень тщательной подготовки. Да. И если заглянуть еще вперед, на летний вот этот сезон, самый длинный, что-то будет нового, интересного, какие-то изменения с Нового года вступают в силу для родителей, которые претендуют на отдых, развлечения от департамента городского образования? Ну, если говорить о системе отдыха, то, безусловно, мы уделяем в этом году большое внимание, как и прежде, безопасности. Вступил в силу новый федеральный закон с новыми требованиями к учреждениям оздоровительным именно лагерям, вот, где вот этим вопросом безопасности, лицензирования их деятельности предъявляются очень высокие требования. И также очень тщательное требование предъявляется именно к содержательной части, то есть мы сейчас запускаем конкурс программ профильных смен, до 20 января у нас уже он должен состояться, то есть все программы должны быть рассмотрены компетентным экспертным жюри, то есть мы посмотрим каждую программу, которая будет реализовываться в наших лагерях, и мы надеемся, что это даст очень хороший, соответственно, результат. А если в количественном отношении посмотреть, сколько детей проходит, вот, задействовано вот в этом, отдыхают? Ну, если говорить о системе образования, то это порядка 8,5 тысяч человек, вот, вот, именно в загородных оздоровительных лагерях. Ну, при каждой школе традиционно будет, планируется открыть лагерь с дневным пребыванием детей, то есть это еще, конечно, порядка 13 тысяч детей, которые остаются в городе, и которые также будут обеспечены, безусловно, бесплатным отдыхом. Да, все это сохраняется. Ну, другие направления, профильные поездки и в пределах Самарской области, это и походы, и экскурсии, и за пределами Самарской области, то есть достаточно большое количество направлений и занятостей, и отдыха детей. Ну, это хорошо, что такие возможности сохраняются во время всем уж известного экономического кризиса, это очень, вот, я и хотела уточнить, что все это будет, как и раньше. И у нас остается не так много времени, я хотела бы, Наталья Владимировна, чтобы все-таки к первоклассникам вот несколько слов сказали, потому что тоже есть, я слышу, тоже непонимание какой-то, боязнь родителей, что вот в школу, которая рядом, ребенок мой не попадет, потому что там все переполнено. Есть такой риск? Ну, во-первых, 16 января был набор школьников в лице и гимназии, да, то есть в те учреждения, которые принимают детей со всей территории городского округа Самара. А 30 января начнется в 9 часов, также в электронном виде, через портал региональный, также начнется прием, только начнется прием детей, пока еще заполненных школ нет, детей вот по месту жительства в школы. Но обязательно, так же, как и до 16 января, так же и сейчас родителям нужно зарегистрироваться на этом портале. Все инструкции о том, как эта регистрация проходит, они есть на сайте департамента образования, на сайтах всех учреждений. Если кому-то необходимо в тестовом режиме пройти, пожалуйста, мы ждем в департаменте образования и в учреждениях, то есть любая помощь родителям будет оказана. Да, а в школу непосредственно может родитель прийти оттуда, через компет, потому что не у всех есть все-таки. То есть если такой возможности нет, и как 16 января, так и 30-го, можно прийти в школу и в школе сесть, и могут оказать помощь, то есть компьютерное место могут предоставить, и могут за родителей все это сделать. То есть любая помощь также будет предоставлена родителям. Это тоже важно знать, потому что человек подумает, что нет, у меня такой возможности, буду... Окажем помощь обязательно. Да, и куда, вот последний очень короткий вопрос, куда можно обратиться, опять же, чтобы в какое-то замечание или предложение, вот обратная связь с родителями, даже со школьниками, есть такое? Ну, во-первых, у нас есть комиссия в департаменте образования, да, то есть, которая рассматривает все конфликтные ситуации. Потому что это тоже... По каждой проблеме, по каждой ситуации конфликтные, если она возникает, то есть эта комиссия у нас работает по правам детей, она у нас есть в департаменте образования, также в случае наличия какой-то технической ошибки, да, то есть эти проблемы уже разбирает Министерство образования и науки. Давайте обращаемся изначально в департаменте образования. Спасибо огромное за эту важную, полезную информацию, хорошего вам продолжения учебного года, спасибо вам за внимание, всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!